Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дефект многоугольника. Дефект многоугольника. Как определить дефект многоугольника? Верно. Прямой формулой, если задан многоугольник с углами альфа-1, альфа-2, альфа-2, альфа-m, то как определить его дефект? Пин-2 минус сумма. Дельта-m это n-2p минус сумма углов. Это выражение аддитивно. Точно так же можно разбить многоугольник на 2 и убедиться. Точно так можно разбить многоугольник на 2 и убедиться. Надо рассмотреть два случая, разумеется, когда мы разбиваем по вершине или не по вершине, но это, кстати, я оставляю для развлечения домашнего. И так или иначе мы видим, что это выражение аддитивно. Аддитивно. Такое аддитивное выражение одно, это площадь. А да, простите, пожалуйста, ясно по своему определению, что оно не только аддитивно, но оно, разумеется, инвариантно при движениях. Если многоугольник потребует движению, то углы не меняются и, соответственно, не меняется угловой дефект. Итак, у нас возникла функция многоугольника неотрицательная, неотрицательная, аддитивная и инвариантное при движении. У конкурентных многоугольников одинаковая площадь. У конкурентных многоугольников одинаковая площадь. Таким образом... Таким образом... Таким образом... Это и есть площадь. То есть, это процедура ценности. Тут, возможно, так сказать, само понятие площади можно трактовать по-разному. Можно, конечно, трактовать площадь более аналитически. В духе того, как мы воспринимали длину в прошлый раз. Обратите внимание, что, коль скоро... Опять-таки можно сказать так, что что такое площадь? Надо отрицать себе какую-то фигуру, разрезать ее на маленькие-маленькие-маленькие квадратики, и тогда, точно так же, как мы разрезали кривую на маленькие-маленькие кусочки лобных, вместо элемента длины должен возникнуть элемент площади, с тем только исключением, что элемент длины уже задает элемент площади. Если уж, коль скоро есть элемент длины, то элемент площади есть сам собой. Почему? Потому что, действительно, площадь... Если вдуматься, площадь маленького квадратика, так сказать, расположенного по данному векторам, должен быть проведением длинных векторов. Поэтому элемент площади... После того, как элемент длины мы задали в виде dz делить на y, элемент площади нам будет задан автоматически уже. Задан каким образом? Задан каким образом? Совершенно верно. dx dy, совершенно справедливо, dx dy поделить на y квадрат. Совершенно справедливо, dx dy поделить на y квадрат. И, соответственно, площадь любой фигуры — это интеграл от этого выражения. Ну, что-то интеграл, может быть, Илья Владимирович еще не объяснил, но это не замедлит. А, так сказать, конечно, там, допустим, если надо что-то проинтегрировать, то надо интегрировать отдельно, сперва по лицам, потом по лицам. Так или иначе, можно проверить, что концы с концами сходятся. Это не совсем простая проверка. К тому же нужно убедиться, обратить внимание, что, может быть, площадь, вычисленная по этому элементу площади, будет равна не дефекту, а там 17 раз дефекту. Пока наши рассуждения никак не исключают этой возможности. Но в действительности ничего подобного не будет. На самом деле это будут, тут, так сказать, все константы согласованы. Легче всего это проверить очень красивым образом, немножко необычным. В геолитре Лобачевского есть треугольник с нулевыми углами. В Лобачевске есть треугольник с нулевыми углами, с нулевыми углами. Все углы равны нулю. Разумеется, такой треугольник не может иметь свои вершины. Треугольник тут, так сказать, слово треугольник надо взять в кавычки. Треугольник в кавычках с нулевыми углами. Что же это за треугольник такой? Это треугольник правильный, между прочим. Да, вы понимаете, что это только в геометрии один правильный треугольник, все что-то подобное. В геометре Вобачевского ситуация совершенно иная. В геометре Вобачевского правильных треугольников много, и они могут быть с произвольным углом. Вот вы сдаете угол, но, разумеется, угол должен быть меньше 60 градусов. Сумма была меньше, спросите, не правда ли? Вы сдаете угол, и, значит, возникает правильный треугольник. Можно это увидеть на картинке, разумеется, правильный треугольник удобно рисовать относительно его центра. Вот я рисую правильный треугольник с соответствующим углом. Опять-таки ясно, что, так, давайте сообразим, если треугольник очень-очень маленький, 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 прямаленький, то какой у него примерно будет угол? Примерно 60, потому что когда он маленький, то разница между окружностью и прямой, так сказать, ничтожна. Напротив того, когда треугольник будет большой-большой-большой-большой, к чему будет стремиться угол? К нулю. И поэтому мы имеем право, ну, в общем, мы, так сказать, имеем право, потому что хотим, можем рассмотреть предельный треугольник, предельный треугольник, вот такой, вот такой треугольник, у которого все углы равны нулю. Все углы равны нулю. Вот такой прекрасный предельный треугольник. Нужно тут осознать некоторые вещи, это, 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 я так проговорил, но тут, конечно, что некоторые вещи нужно проверять, хотя я не буду. Нет, это смешно, что такое. нужно проверять нужно проверять то есть что нужно во-первых осознать что если рассмотреть что тут нужно осознать мы обсуждали уже в прошлый раз я закончил прошлую лекцию что в геометре Лобачевского параллельных прямых много если есть одна встанная точка и прямая за ее пределами то параллельных прямых много но есть две выделенных какие выделенные те которые в наших терминах приходят в те же точки на абсолюте вот одна и вот другая то есть геометре Лобачевского если перерисовать не в модели это в абсолютной картине получается так что есть две прямые я по-моему даже это обсуждал что если исходить из предположения что параллельная прямая находится на постоянном расстоянии что параллельная прямая находится на постоянном расстоянии то это как раз пропускала дейфлида и это как раз прокл заметил еще почти сколько лет назад а в геометре Лобачевского ничего подобного нету есть прямые вот есть две прямые которые в наших терминах сходят к одной и той же точке на абсолюте а в абсолютных терминах так сказать их терминах не привлекающих моделях такая стояние между точках запрещенных точках этих прямых стремится к нулю и все неприс啦 заключены чувствую в углу в углу между atina прямыми это легче всего то что расстояние стремится к нулю легче всего рассмотреть в модели в полуплоскости Если две прямые уходят в одну и ту же точку на абсолюте, удобно взять эту точку бесконечности. Всегда удобно. Это так сказать, тут есть, кстати, в работе с системой мочевки, если я сказал так правило. Если вам нужно что-то от точки внутри, вы ее тут же переводите в нуль и работаете в модели в круге. Если вам нужно что-то от прямой или от точки на абсолюте, то вы, соответственно, концы этой прямой переводите в нуль бесконечности, если одну точку на абсолюте, ее тут же переводите в бесконечность. Вот, и так далее. Это правило привещения. Соответственно, здесь мы приводим точку бесконечности и видим, что расстояние стремится к нулю, потому что даже длина горизонтального отрезка, который не является прямым, прямым является другим, я сегодня тоже скажу, даже длина горизонтального отрезка делится на у. Вспомни, да, что мы интегрировали до у на у, делится на у. А уж, то есть получается, что расстояние не больше, чем один литр на у, а уж тем более, а длина, так сказать, прямолинейного, лобачевского прямолинейного отрезка еще как и подавно, короче. И все. Так что расстояние стремится к нулю. К нулю. Таким образом, возникает вот такой прекрасный треугольник, эти, возвращаемся, возникает прекрасный треугольник, эти прямые, эти прямые, так сказать, сходятся, сходятся вот к этой точке, расстояние стремится к нулю. Расстояние, можно сказать, будет специально быстро, между прочим. В каком смысле? Быстро. Если здесь два червячка ползут вверх с единичной скоростью, но и единичной в смысле Лобачевского, то расстояние между червячками справится к нулю экспенсально быстро. Когда они пройдут еще метр, расстояние между ними уполовинится. Это несложно понять из того же из той формы с логарифмом, которую мы написали для сравнения расстояния и Евгидова, и Лобачевского. Потому что вот это один длинный у, так сказать, у это будет экспонент одного расстояния, но, в общем, я поправлюсь. Так или иначе, возникает треугольник с тремя углами нуль, и вот у этого треугольника это уже упражнение на интегрирование, симпатичное, так сказать, но не такое уж простое, но не такое уж и сложное. Опять-таки, разумеется, этот треугольник надо перевести в полуплоскость, полуплоскость работает проще. Надо взять вот эту точку, пересенять бесконечность, треугольник будет теперь изображаться вот так. Вот такой треугольник с треугольными нуль. И просто проинтегрировать по этой фигуре выражение до х на до у. Это действительно просто. Надо проинтегрировать сперва по у, а потом то, что получится по х. Это не такой сложный интеграл. И вот, так сказать, посчитайте его, получите удовольствие. Получите не только удовольствие, но и пи. Вот. Значит, угол, так сказать, треугольник с тремя нулями углами имеет площадь пи. Имеет площадь пи. А дальше уже надо немножко подумать и поиграть, так сказать. Еще, и, так сказать, уже немножко, может быть, еще один треугольник посчитать. И дальше уже можно доказать, что, так сказать, что можно доказать даже, так сказать, вот, разобрав там один-два случая, можно доказать вот эту формулу, что площадь равна дефекту непосредственно, непосредственно интегрировать. Но не надо по-любому треугольнику интегрировать, это получается даже сложный интеграл. Но нам там, ну, не в нём объяснять, треугольник разбить на два треугольника, ну и там немножко природа. Вот. И, так сказать, и доказать можно совершенно непосредственно эту теорему, которую называется теорема Гауса-Бонне. Площадь треугольника равна угловому дефекту. Теорема Гауса-Бонне. Теорема Гауса-Бонне. Площадь. Площадь треугольника равна угловому дефекту. Теорема применима также к треугольникам в кавычках, то есть к треугольникам, у которых вершины, но не стороны, могут лежать на ассальте. Вершины могут лежать на ассальте. Очень хорошо. Можно? Да-да. А если у нас не учет, что мы вводим такой еще более... Это не треугольник, у него нет вершин. Это будет фигура бесконечной площади. Это очень правильный вопрос. Если рассмотреть не треугольник, а вот такую фигуру, это по-английски называется, по-моему, фандом, так сказать, труба, это уже совсем другая песня. Это будет бесконечная площадь, стороны будут расходиться. Это легче увидеть опять в полуплоскости, потому что здесь картинка будет вот такая. Вот так они будут расходиться, и вы, так сказать, уже непосредственно видно, что вы, так сказать, съедаете почти всю полуплоскость. Это будет бесконечная площадь. Это совсем другая ситуация. Наоборот, такие прямые будут расходиться. Расходиться. Расстояние между ними будет не ограничено, а именно, что не ограничено, она будет устремляться к бесконечности. Это тоже как раз Лобачевский усмотрел совершенно из геометрического соображения, что вот такая прямая будет расходиться, будет уходить в обе стороны, расстояние будет устремляться к бесконечности, они будут расходиться, они будут расходиться, прямые расходятся. Прямые глиметровые участки расходятся. Они не расходятся. Они либо сходятся, либо расходятся. Они не могут... Кстати, если взять прямую и сказать, давайте обступим по перпендикуляру на 1 метр от каждой точки, то получаемая кривая вовсе никаким образом не будет прямой. Она называется кредестантой, это замечательно кривая. Но прямая она не имеет никакого отношения. Кстати, вы можете посмотреть, как это выглядит в модели. Это очень синтетичное, очень синтетичноеображение. Но это никак не прямая. Вот, хорошо. Теперь я хочу немножко вспомнить то, что уже решали в их листочке. Это квасикация изометрии геометрия Лобачевского. Еще раз скажу, что полученная модель, значит, полученная нами, следуя Панкаре, модель решает вопрос, фундаментальный вопрос, о непротиворечивости геометрии Лобачевского. Тут вот это, это очень-очень важный изометрия. Классификация изометрии плоскости Лобачевского, наш следующий пункт. Классификация изометрии плоскости Лобачевского. Тут, так сказать, история, история глубоко трагическая. Лобачевский не дал доказательства непротиворечивству геометрии. Надо сказать, что, так сказать, история, история про зрителя геометрия Лобачевского чрезвычайно романтична. А в том, что касается правил непротиворечивости, я, как сказал, и трагично. Потому что, помимо Лобачевского, соображения о том, что, исходя из аксиом, из отрицания этого постулата Евфрида, можно построить стройное здание геометрии, эти соображения были у Гаусса. Гаусс никогда их не публиковал. Несмотря на то, что Гаусс был, так сказать, первым математиком Европы и мира, он никогда не публиковал ни строчки. Нашли потом в его бумаге после смерти, что он как-то очень много понимал. Замечательный молодой математик с трагической судьбой Яныш Бояй пришел к очень похожим соображениям. К очень похожим соображениям Лобачевского. А так как его отец Бояй-Саршин был другом Гаусса, то было совершенно неестественно послать этот москвит Гауссу. Гаусс отреагировал чрезвычайно пренебрежительно. Не совсем понятно почему. Но вообще, Гаусс, если все вы восхищались, математическими работами Гаусса, то, когда вы читали его биографию, то нас охватывает совсем другое чувство. И, так сказать, Гаусс косвенный виновник преждевременной смерти Абеля и, безусловно, прямой виновник безумия Бояй. Значит, Гаусс ответил чрезвычайно пренебрежительно. И Бояй, в сущности, помешался. Кстати, эти размышления привели его фактически к его помешательству. В частности, когда Бояй увидел работу Лобачевского, он решил, что это Гаусс под вымышленным именем, что он специально выбрал какую-нибудь дыру, которую никто никогда не угадает, что это Гаусс. И, кстати, Казань, его вымышленным именем опубликовал свои исследования. Гаусс знал по-русски, поэтому предположения были некоторые основания у юного Бояя. Лобачевский свои мысли опубликовал, и мемуар был представлен в Икратовскую академию наук, в котором отзыв на него писал Остроградский. Этот отзыв легко найти. В частности, он приведен в аксимиле в книге Мадзалевского Лобачевского в 1948 году. В 1948 году вышла замечательная книга Мадзалевского, документ-диография Лобачевского, и там приведен отзыв Остроградского. Отзыв тоже уничижительный, который в современных термах можно пересказать, что господин Лобачевский, ректор Казаньского университета, следовал бы скорее обратиться к психиатру. При этом там указывает какая-то архитическая ошибка, и то не ошибка, ну, что-то такая ошибка, как в духе, за которой срезают наступительных экзаменов. Кстати, говорится, что вот даже, как господин Лобачевский, даже интеграл взять не может, а тем более, как рассуждать о основании геометрии. Так или иначе, отзыв был очень жительный, и в вину Лобачевского ставилось именно это ключевое обстоятельство, что вот вы развиваете здание геометрии, вы получаете все эти формулы. А Лобачевский получил все эти формулы, патерин-косинус, патерин-фагород, все он получил, вдохновляясь, разумеется, аналогией со сферической геометрией. Он, так сказать, осознал, что надо вместо косинуса, который имеется в геометрии иносфере, а геометрии иносфере, знали еще в греки, надо вместо косинуса в геометрии иносфере ставить косинус гипербортический. Когда он это понял, то, кстати, он написал все формулы совершенно правильно. Но встал вопрос, может быть, вы завтра получите противоречие и все это здание рассыпется? Вопрос, подтвержденный, в основе которого лежали, в частности, тысячелетия традиций, считавшие, что геометрия Евклида это единственное возможное. И там, например, Кант пишет в трансцендентной эстетике в геометрии «Чисто разума», что вообще, так сказать, про Евклидово трехмерное пространство это часть, это свойство человеческого ума, что человеческий ум не может мыслить иначе, как верно. Трехмерно Евклидово трехмерное эстетическое это каждый может в трансцендентной эстетике прочесть, как это рассуждение о пространстве. И таким образом ясно, что эти безумные построения господина Лобачевского должны обрушиться. Лобачевский, и тут встает важнейший методологический вопрос, как вообще можно доказать, как вообще можно доказать, что такого противоречия не будет? Такой совершенно новый вопрос для математики. Когда как-то стало ясно, что построение идет, 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 и никак все не разрушается, это, кстати, противоречие уже полторы тысячи лет, нет, как нет. А также геометрия на сфере, которая была уже давно давно известна. Но она же не, она с этого и других аксиомы, они там и другие аксиомы не выполняют. Там вообще нет, вы не примеряете. А сатанку что делать? Ну, нет, это правильный вопрос. Но геометрия на сфере ведь сводится к геометрии Евклида. Знаете, это совершенно правильный вопрос. Именно геометрия на сфере нет. Геометрия на сфере, так сказать, некоторый, я должен сказать, частый случай геометрии Евклида. Геометрия, но на сфере, звезды, геометрия звездного неба, если угодно. Это под случай. А вот геометрия Лобачевского, вот это и оно. Лобачевский пишет в одном из сочинений, что уже потому не может быть противоречия, это очень интересное рассуждение. Представьте, что мы после того, как вывели все эти формулы с треугольниками и так далее, мы уже вступаем в чистую область алгебры, мы все можем посчитать. Если представить, что какая-то форма принадлежит противоречию, мы получили 0 равно 1, говорит Лобачевский, то, заменив косимус гиперполический на косимус обычный, то есть делал замену переменной х равной и кси, так сказать, мы получим противоречие в сферической геометрии. Вот такое. Но это рассуждение нельзя никак считать. Это такое наводящее соображение. А вот наоборот, и совершенно правильно вы поставили вопрос, наоборот, то, что сделал Панкаре, Клайный Панкаре, ставит геометрию Лобачевского точно так же, как геометрию на сфере, извините меня на сфере, геометрию на сфере на основе геометрии Евклида. На основе геометрии Евклида. То есть, вот Евклидова геометрия, Евклидова геометрия, вот мы назвали, мы говорили, вот наш мир, так сказать, это внутренность круга, вот наши прямые, это окружности, перпендикулярные к абсолюту, вот, так сказать, углы, углы это обычные углы, и так далее, вот расстояние, я писал для него форму. Можно проверить, что все аксиомы выполнены, кроме аксиома параллельности. Соответственно, если бы, отправляясь к этим аксиом, можно было бы получить предварящее в геометрию Лобачевского, это исключение, получили бы противоречие, то, отправляясь к модели Панкара, мы получили бы противоречие и в геометрии Евклида тоже. То есть, проведя это рассуждение в геометрии Панкара, мы получили бы противоречие в геометрии Евклида тоже. Что, простите? Это правильный вопрос. Такая непротиворечивость, как-то этот вопрос, на самом деле, выводящий нас из математической, мы выходим из сферы математического рассуждения, сферы рассуждения философских. А как она вообще может быть доказана? Как вообще это можно доказать? Можно доказать непротиворечивость чего-то, исходя из непротиворечивости чего-то другого. То есть если есть противоречие в первом, то найдется противоречие во втором, как сделали и мы. Обычно доказательства непротиворечивости опираются на как раз так называемое построение модели. Это такая замечательная область современной логики. Например, можно доказать непротиворечивость арифметики, исходя из непротиворечивости теории множества. Но сама арифметика не может доказать собственную непротиворечивость. Это называется Терем Гёдля. Терем Гёдля, она говорит, что теория, заключающая в себя арифметику, если она доказывает собственную непротиворечивость, то она сама противоречива. Раз она противоречива, она доказывает вообще в прошлом году. То есть, если она непротиворечива, то она, собственно, непротиворечивость доказать не может. Это называется Терем Гёдля. Сейчас одну штуку. И, соответственно, единственный способ доказать непротиворечивость paranoid п а во-вторых, там Тарский доказал, он построил аксельмотизацию геометрии и доказал, что можно... Это всё совершенно справедливо, но в эту... Это правильно, совершенно правильно. Геометрия, так сказать, без натуральных числа, это всё совершенно правильно, но мы в это, так сказать, не входим. Вы говорите правильно. Но мы в это не входим. Мы сейчас говорим, что геометрия не противоречиваясь геометрия. Волочевск можно доказать исходя из 9-3, да? Причём, как бы вы не понимали, что геометрия находится утравильным числом, это хоть без. Потому что здесь сведение прямое. При этом Закси Ром берёт геометричную с геометрикой фил. Ну не Закси... Сейчас, давайте так... Доказывается условное предложение. Если есть противоречивая геометричная волочевск, то есть противоречивая геометрикой фил. Закси Ром обычно не берёт, так сказать... Действительно можно добавить в теорию, там... Ну давайте это, так сказать, уводит нас слишком далеко от темы, так сказать. Но утверждение, вот это утверждение чёткое, и оно во всяком случае с инфритиной точки... Так сказать... Почему бы действительно не предположить, что вот, играя с натуральными числами, завтра кто-нибудь из вас докажет, что 0 равно 1. Что-то выяснить, добавить, умножить, обстоятельность введёт, и получится 0 равно 1. Так сказать... Ну нельзя, исходя из средств архметики, нельзя доказать, что так не получится. Так сказать, надо ещё сказать, это уводит нас в сторону, так сказать, в сторону чрезвычайно богатых исследований 20-го века, о которых я говорить и не компетентен особенно, но... А хочу здесь отметить только то, что эти двери, так сказать, открыл именно Лобачевский. Вообще все эти разговоры... Как сказать... Гильберг потом сказал, что вот если в геометрии вместо точка прямая и плоскость, говорит, там, стул, стол и пирная кружка... Ну, в кабаке он это сказал, если можно сообразить... То ничего в геометрии не изменится. Обратите внимание, что это полная предположенность тому, что, так сказать, говорил Кант, что, так сказать, сам наш ум. Это совершенно предположенный взгляд на речи. Вот, и этот поворот в сознании, так сказать, подготовлен именно к работе Лобачевского. И все вот это развитие математической логики, теории моделей и так далее, это все как раз вот имеет свое основание в тех гениальных работах казанского реактора Лобачевского, которые Строградский считал совершенно безумными. Хорошо. Итак, классификация изометрии плоскости Лобачевского. Мы продолжаем нашу работу в модели, и вы уже в листочке классифицирования изометрии, поэтому я скорее напоминаю, Значит, давайте лучше не я напомню, а мне напомните вы. Какие бывают изометрии плоскости Лобачевского? Ну, есть изометрии плоскости Лобачевского. Во-первых, есть гомотетия. Да, давайте полуплоскости, начнем с полуплоскости, есть гомотетия. z приходит в лямбда z в полуплоскости. Вот такая прекрасная изометрия. Она сохраняет точки ноль и бесконечность, и сохраняет прямую, соответствующую прямую. Да, прекрасно, сохраняя соответствующую прямую. Да. Что еще? Ну, перенос до действительно прямой. Да. Вот очень хорошая изометрия. z переходит в z плюс 1. Это изометрия. Какая неподвижная точка из изометрии нет? Бесконечность. Бесконечность. Да, кстати, простите, пожалуйста, я не обещал. То есть я сказал, но не сказал, что сказал, кстати. Я долг вернул, но не ответил этот факт. Я уже сказал, помните, я говорил на вашей лекции, что геометрия Лобачевского сама создает свой абсолют. Вот этот абсолют, который мы видим в модели, граничную окружность. Но она, этот абсолют, возникает сам по себе. И действительно, что такое точка на абсолюте? Это класс эквивалентности прямых, расстояние между которыми с 30 к 0. Это, кстати, вот есть прямая. Есть прямая. Вот туда, куда она идет, это и есть точка на абсолюте. В следующем смысле. Класс прямых. Класс эквивалентности прямых, расстояние между которыми с 30 к 0. Ясно, что если расстояние между L1 и L2 с 30 к 0, L2 и L3 с 30 к 0, то L1 и L3 с 30 к 0. То есть весь вот этот пучок прямых, его очень легко изобразить в модели как в круге, так и в полуплоскости. Вот он, полуплоскость, это пучок прямых. Пучок прямых. Он же, он же, если точку, в которую он сходится, взять не нулём, а бесконечностью. Вот. Ну и такую же картину, которую мы нарисовать в круге тоже. Так или иначе, внутренним образом. Эта граница возникает внутренним образом. Класс эквивалентности прямых, расстояние между которыми с 30 к 0. И возникает то, что называется компактификация. Просто такое умное слово. Кажется сказать, после Коваческа можно добавить эти точки и получать нам множество компа. Так или иначе, z переходит в z плюс 1. Прекрасный параллельный перенос с прекрасной одной неподличной точкой. На границе. Что ещё? Кстати, обратите, пожалуйста. Нет, знаете, давайте симметры сейчас оставим в покое. И меня интересует собственное. Я вообще... Вы знаете, не собственное отвечали бы прямо на преобразование, z переходит в z сопряжённое. Давайте мы сейчас от этого, кстати, отфрагируемся. Давайте я замечу, что это... Обратите внимание, что гомотетия, естественно, в образе включается в однопараллельную группу гомотетий. Правда ли? Из-за этого как глянта z. И аналогичным образом параллельный перенос включается тоже в однопараллельную группу параллельных переносов. Ну и последнее движение это... Ну, поворот... Поворот! Не, поворот нужно с центром где угодно, потому что все точки равноправные. Но, опять-таки, если вам нужно работать с поворотом, то, естественно, взятие центра в... в нуле, и тут с поворотом как раз гораздо удобнее работать в круге. Собственно, примерно единственная ситуация, где в круге удобнее работать, а в полуторкости, это если вам надо работать с аллептики, так называемым аллептическим элементом. z переходит... Здесь давайте лучше w, чтобы подчеркнуть, что речь идет в круге, e в среднем и t в w. Такие превоздаются z гиперболическими, такие называются параболическими, потому что они представляют собой предельный случай. Сейчас я это объясню, параболическими, и эти, наоборот, называются эллиптическими. Эллиптическими. Обратите внимание, что во всех случаях как бы движение естественно включается в эту параметрическую подгруппу. Подгруппу поворотов в этом случае, подгруппу переноса в этом, и подгруппу гомотети в этом. Не сложно сказать, что всякое движение сопряжено одному из таких, Их как-то доказывается, если бы вы еще не доказали, то подумайте совсем просто, всякое собственное движение, всякое дробно-линейное преобразование. Отдельно не сложно доказать, что всякое движение задается дробно-линейным преобразованием, а если разрешить еще и симметрии, то еще сопряжение надо разрешить. Надо разрешить сделать дробно-линейное преобразование, еще навесить за эту черту. Вот, эллиптические, проболические, гиперболические. Сейчас я хочу спросить вот что. Если я располагаю матрицей ABCD, давайте вещественную, пока что, матрица ABCD. Как мне определить соответствующий элемент, является антическим, параболическим или гиперболическим? Какой параметр? Нет, вероятно, неизвестно, но нитами нам очень даст. Но, кстати, фото, что вы мне не нравятся, значит, так сказать, почти. Что еще бывает у матрицы 2 на 2, кроме определителя? След у меня бывает. У нее бывает след. Какой след у гиперболического преобразования? Напомню, что след это A плюс D. Тут, впрочем, в некоторый момент надо брать не след, а абсолютную величину следа. Потому что, как мы уже обсуждали, а если не обсуждали, то... Нет, мы, по-моему, все-таки даже обсуждали, что если у всех ABCD поменять знак, то дробно линейное преобразование от этого не изменится. D плюс B, D, C, D плюс D. Поэтому нужно рассматривать ABCD с точностью до одновременной залены знака. Итак, преобразование гиперболическое, если след, что? Давайте посмотрим. Как записываются матрицы ЭКВАТЭСИ? Это уже было. Корень с рямбой. Нет, почти по этому. Корень с рямбой. Так. Ноль. Так. Ноль. Так. Один из них, по-моему. Совершенно справедливо. Какой получается след? Что можно сказать про след? Больше равно двух. Больше! А, больше, больше. Больше двух. Это, кстати, единичное мы не включаем. След больше двух. Больше. Больше. Ну и, соответственно, в параболическом равно двум, как видно из рассмотрения этого примера. Единицу... Искучай. В параболическом равно двум. И в эллиптическом меньше. Меньше двух эллиптических. Вот. И это все несложно вы себе докажете прямым вычислением. Прямым вычислением вы несложно докажете, что это все, что бывает, и так далее. Надо... Значит, так сказать, подсказка вот такая. Подсказка вот такая. Надо рассмотреть и подвижные точки. Не честно, не честно, не честно. Я тут немножко спутал вас. Это вы правильно говорите. Знаете? Во-первых, нет, во-первых, во-первых, так как след не меняется при сопряжении, след не меняется при сопряжении, то не имеет значения рассматривать это как изометрия в верхней полуплоскости или как изометрия в круге. Это не имеет значения. Это раз. Но два можно... Давайте ограничимся. То есть я тут пример эллиптический я беру в круге, но эллиптический вполне существует в верхней полуплоскости тоже. Они будут записываться в более сложный образ. Но вполне можно написать его эллиптический элемент в верхней полуплоскости тоже. И след не будет меньше. Но еще раз хочу сказать, что след — это эмбриант. След — это эмбриант. И так надо просто решить то уравнение и убедиться. Убедиться в том, что все правильно. Электрические, параболические, гиперболические движения. И классификация внутри после параболического опорта. Да. И последнее, что я хочу сказать, почему параболические — это предельный случай. Это предельный случай как гиперболического, так и эллиптического. Значит, эллиптического — потому что можно брать вот этот ноль и его устремлять к абсолюту. Если устремлять его к абсолюту, то, кстати, это и получится. А наоборот гиперболического — потому что наоборот можно взять в эти две неподвижные точки и сближать их просто. Вот смотрите, это можно увидеть на вот такой картинке. Это легче увидеть в круге. Увидеть в такой картинке. Я хочу запомнить, пожалуйста, что вы очень интересны. То, что я сейчас говорю, это рассуждение не математическое, а характер на физическом уровне строгости. Такое-то, кстати, наглядное объяснение, почему параболический является предельным случаем гиперболического. Строгого смысла есть слова не в строго смысла. А не в строгий смысл вот такая картинка иллюстративная. Значит, обратите на вас ваше внимание. Мы начинаем с вот такого гиперболического. Вот он идет. Обратите внимание, что все эти изометрии продолжаются на границу. Это очень важный момент. Продолжаются на границу. Продолжаются на границу. Вот он идет. Вот они пошли. Эти изометрии пошли. Так сказать, точки все как бы из нуля стекаются в бесконечность. Точки из нуля стекаются в бесконечность. Точки из нуля стекаются в бесконечность. Вот они стекаются в бесконечность. Все точки. Теперь, обратите, пожалуйста, ваше внимание, вот если нарисовать вот такие окружности, то они будут все вот так вот стекаться к бесконечности. Очень хорошо. А теперь мы этот ноль берем, так сказать, и начинаем приближать к бесконечности тоже. То есть, когда мы его сильно приблизим, возникнет вот такая картинка. Вот, уже все стекается вот так. Так или иначе, когда мы эти точки совсем склеим. Кстати, кратко обсудим заодно, это будет нам важно в дальнейшем, какой геометрический смысл чего. Какой геометрический смысл чего. Вот есть наше параболическое провознание. Вообще, эти параболические провознания чрезвычайно богаты. Это чрезвычайно богатый объект. Мы о том, наверное, сегодня поговорим. Рассматриваем точку и двигаем ее. Вот такая горизонтальная прямая. В смысле, евклижевская прямая. С точки зрения геометрии Лобачевского, это горизонтальная прямая. Есть не что иное, как, разумеется, окружность. Вот то, что и было у меня нарисовано. Я сейчас нарисую еще раз. Окружность, касающаяся... Окружность, касающаяся абсолюта. Окружность в кавычках. Окружность в кавычках. Это не окружность такая. Потому что окружность, как вы знаете, из листочка. Окружность Лобачевская. Она же окружность евклидовская, только центр другой. Кстати, сказать, такой вопрос на понимание. Вот она окружность. Вот ее евклидовский центр. Где лежит Лобачевский центр? Ну, ясно, что он лежит, разумеется, на оси симметрии. Но где он лежит? Выше или ниже? Ниже, золотой ваш слонок. Какие ваши были, ваши были предложения? Не, ну я просто не знаю, что если взять по А и УВ, то его центра, как бы, рядный корень из лаваного. Ну, правильно, конечно. Ну, так или иначе ниже лежит. Совершенно правильно. Лобачевский центр лежит ниже. Правильно. Так или иначе, теперь, если эту окружность, вот проводить то препозрание, о котором я уже говорил, если взять, например, вот эту точку, вот наш наблюдатель, наблюдатель, и эту окружность увеличит, наращивает, то в случае геометрии евклидов, то в случае геометрии евклидов, в результате получилось бы прямая. А в случае геометрии евклидов ничего подобного. Как раз рецикл, как раз получается вот такая кривая, кривая, вовсе никакая не прямая, кривая, так сказать, прямой, не являющейся, которая называется рецикл. О, рецикл. Такое вот предельное положение окружности. И, соответственно, параллельно переносит параболический элемент, это и отвечает движению вдоль корицы. Такому движению вдоль корицы. Ну, что изображено в соответствующем? Движение вдоль корицы. Хорошо. После этих напоминаний мы готовы к тому, чтобы, так сказать, переходить, собственно, к сюжету сегодняшней лекции, а именно вот какой сюжет. Именно сюжет вот. Итак, группа. Группа. Как бы то, с чего мы начали. Группа SL2R. SL2R. Действует в верхней полуплоскости, действует в верхней полуплоскости, действует на H, в верхней полуплоскости, дробно-линейную преобразованию. H. H. От слова hyperbonic, так называют, гидерболическая плоскость. Действует в дробно-линейную преобразованию. Эту форму можно и расписать. Еще раз сделаем замечание, что, я его, может быть, недостаточно явно делал, что, разумеется, если у A, B, C и D у всех поменять знак, то преобразование, то для этого не изменится. Поэтому иногда удобно рассматривать группу чуть-чуть поменьше, в которой отождествляются матрицы с разных знаков. PSL2R. Это SL2R, в которой отождествлены матрицы. Ну, короче говоря, матрица минус 1, отождествлена с матрицей единичной. Или, что то же самое, A, B, C, D, H, S, G, C, N, с минус A, минус B, минус C, минус D. Ясно, что, так сказать, оно отождествлено, это одно и то же. Так сказать, можно поменять знак у всех лидеров. Вот. И поэтому действует не С2, а национальный PSL2R. Но это не так важно. Это PSL2R и есть, это, что, впрочем, я не доказываю, PSL2R и есть группа собственных изометрий в мозгах Слобачевского. А если добавить не собственные, то надо еще добавить Z с чертой. Если еще писать Z с чертой, то получится все, как собственные, так и не собственные. И теперь я начинаю отвечать на вопрос, почему геометр Лобачевского настолько важнее, настолько важнее, чем геометр Невклида, и настолько, так сказать, теснее связано с современными исследованиями. Прорастает в самые современные исследования. И я хочу поэтому рассмотреть объект. Единственный недостаток от того, что я сейчас делаю, состоит в том, что с самого начала не станет ясно, зачем этот объект рассматривать. Это, кстати, ясно только последствия. Так сказать, тут... Тут я прошу поверить мне. Тут я прошу поверить мне, что объект, который мы рассматриваем, чрезвычайно важный, чрезвычайно важный, а почему он чрезвычайно важный, станет ясно в конце рассказа. Итак, объект такой. Объект такой. Дискретные группы из-за людей плоскостопочек. Еще раз скажу, что эти дискретные группы являются объектом пристального заставления внимания и подробного изучения многих математиков сегодня в самых разных странах. Это такой замечательный, совершенно современный объект. дискретные группы, дискретные группы. Что я имею в виду? Давайте я начну с примера. Что я имею в виду? Я начну с примера. Я начну с примера. С примера, впрочем, непростого. Я могу начать с простого, но я начну уже с содержатель, с глубокого. В группе PSL2R, давайте задумаемся, какие вообще есть подгруппы? Меня сейчас интересуют дискретные подгруппы, то есть подгруппы, грубо говоря, не такие, которые можно что-то менять непрерывно, а наоборот, которые состоят как бы из отдельных точек. Вот какую явную подгруппу? Какая тут есть вот явная подгруппа? Ты, кстати, вот она есть. Да. Ну, мы говорим, фактическая подгруппа. Какая? Нет, фактически мне вполне все, может, непрерывно. Вот правильно я говорю, это PSL2Z. Тут P можно писать, можно не писать. Давайте я это не напишу, а можно и написать. Среди PSL2Z. Это не так важно. Потому что PSL2Z, кстати, обрагается абсолютно точно. Что такое PSL2Z? Это группа целочисленных матриц в объявлении единицы. А они образуют группу? Это вопрос папа. Образуют ли они группу? Образуют ли в целочисленной матрице группу? Что нужно? Да. Ответ? Да. Нет, да. В целочисленной матрице да образуют группу. Итак, PSL2Z, целочисленные матрицы в объявлении единицы, можно сказать P, в которой, отбесляя матрица, отличающаяся между знаком, образуют очень даже группу. И вот давайте посмотрим, как эта группа действует на плоско-слабочерстку. Вот тут будет чрезвычайно интересный, чрезвычайно интересный. Она действует чрезвычайно интересный. Значит, давайте постараемся, давайте подумаем. Какие есть элементы? Какие вообще есть элементы в PSL2Z? Какие есть элементы в PSL2Z? Ну, какие элементы? Передоз на целое число. Передоз на целое число. Итак, давайте начнем с одного. Z переходит к Z плюс 1. Так, что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу разбить, вот, посмотреть, как устроена орбита. Значит, что такое орбита, орбита, орбита. Орбита точки X, точки, давайте, Z. Точки Z. Это и есть множество TGZ, где G принадлежит основанию. Опять-таки, можно, что P, можно P писать, можно писать как-то. 2, C. Вот такая орбита. Сейчас я хочу объяснить тебе, как устроены эти орбиты. Как устроены эти орбиты? Достаточно интуитивно очевидно, и можно доказать, что... И мы, собственно, докажем немножко хвост сегодня, но интуитивно достаточно очевидно, что такая матрица, она либо сдвигает элемент, но иногда она может элемент вообще не трогать, могут быть неподвижные точки. Кстати, знаете, можно привести пример эллиптического элемента, эллиптического элемента 1,2,2? Эллиптического. Сейчас, простите, не могу. Ну да, но мы сейчас живем в полуплоской, соответственно. Мы сейчас живем в полуплоской, там и важно, потому что, понимаете, целая численность, она уже нарушится, мы не сможем. Если мы сделаем программознание, целая численность уже нарушится. Будет не так легко увидеть. Что стало? Вокруг чего? Нет, давайте матрицу сразу. Какая матрица? 2,1, минус 3, минус 1, 0. Сейчас, простите еще раз одну скучку, сейчас ловлю услышим. Еще раз скажите, пожалуйста. 1, минус 1. 1, минус 1. 1, 0. О, очень хороший пример, да. Так, ваш какой пример был? 2,1, минус 3, минус 3, минус 3, минус 1. Здесь, а, это тоже очень хороший пример, кстати, сказать. Да, правильно, да? Да, очень хороший пример, и он, на самом деле, в некотором смысле, свой заказчик. Очень хороший пример, да. Давайте рассмотрим этот, только потому что вычисление немножко проще, но пример, но тот, на самом деле, тоже годится. Давайте посмотрим на этот прекрасный пример. Значит, что это за преобразование такое? Что это за преобразование такое? Z переходит, значит, давайте смотреть, Z-1 делить на Z. Z-1 делить на Z. Так. Какая будет неподвижная точка? Какая будет неподвижная точка? З-1 делить на З. Какая будет? Такая, это южная точка. Какая будет неподвижная точка? Так, чтобы это несложно так подвести. Получается, что будет корень, однопродная и у нас их роднее взрослого А. Минус Ро, короче говоря. Где Ро, это корень кублический из единички. Вот. Вот это золотые слова. Это золотые слова. Получается вот такая... Вот этот элемент получается такой прекрасный литический элемент. Мы его, так сказать, в уме будем держать. Он нам еще пригодится. Прекрасный литический элемент с поворот вокруг точки поворот вокруг точки E в степени ИП на 3 на угол несложно убедиться, тоже два пива. Поворот ловачевский, разумеется. Он же, видимо, и поворот вокруг точки E в степени. Не, не. Мы сидим в верхней полуководке. Верхней полуководке. Вот. Итак, эллиптические элементы есть. Несмотря на то, несмотря на то, можно, эллиптические элементы есть, можно сказать такую вещь, что если элемент ненеподвижен, если элемент ненеподвижен, то он обязательно сдвигается. то он сдвигается обязательно на какое-то расстояние. На некоторое расстояние он обязательно сдвигается. То есть он не может сдвинуться совсем чуть-чуть. Не может такого быть. Или уж честно быть неподвижным, или сдвигаясь на какое-то расстояние. Что-что? Я неправильным солдатам двойка забыл. Правильно. Вы правы. Нет, вы правы. Так сказать, иначе говоря, орбита точки не может иметь точек накопления. Вот это очень важно. Орбита каждой точки... Я просто сейчас хочу сконцентрироваться на самих свойствах. Орбита каждой точки... Итак, предложение. Орбита каждой точки дискретно. Что значит дискретно – не имеет точек накопления. То есть, иначе говоря, в каждом шаре лежит конечное число точек. Приложение, орбита каждой точке дискретно. Орбита каждой точки дискретно. Каждой точки дискретно. Не имеет точек накопления. Спрашивается, как естественно, что есть, после того, как мы знаем, что вот, то есть есть точка, давайте даже сейчас не будем концентрироваться на конкретных моделях. Да, простите, пожалуйста, я забыл сказать, что вот этот перенос и тот поворот, который я стек, на самом деле они порождают эту группу. Любой элемент группы можно получить, применяя последовательно этот перенос и тот поворот. Вот, но это мы еще увидим чуть позже, сейчас я хочу сказать вот что. Представь, итак, орбита каждой точки в диспле. Вот она, орбита точки. Что хочется сделать с этой орбитой? Как хочется представить себе действие группы? Это группа изометрии, обратите ваше внимание, не что там, а группа изометрии. Вот, вот. Хочется сказать, давайте за треугольник не будем цепляться, ради этого будет действительно в некотором смысле треугольник. Хочется представить, хочется представить, хочется представить, хочется представить, такую область F, что ее образы не будут перекрываться, они, разумеется, будут пересекаться, потому что плоскость связана, нельзя, она видит на ней не будет связь. Они будут, но не будут перекрываться, будут пересекаться только по границе. Это будет действительно многоугольник, я рисую, непонятно что. Это будет многоугольник, это даже в некотором смысле треугольник. Вот, но я рисую многоугольник пока что. Значит, многоугольник, образы которого под действием группы не будут перекрываться, то есть будут пересекаться только по границе. И этот многоугольник будет замащивать всю плоскость. То есть действие группы будет состоять в том, что передвигаются эти многоугольники. Такой многоугольник называется фундаментальный многоугольник. Или фундаментальный... Фундаментальный вопрос. Фундаментальный вопрос. Иначе сказать, иначе сказать, что это за многоугольник такой? Что это за многоугольник такой? Это такой многоугольник, который содержит по одной точке из каждой орбиты, Но может быть, есть там несколько точек только на границе. На границе может быть несколько точек, а в центре не будет. Вот, давайте сейчас этот фундаментальный многоугольник найдем и на этом сделаем первый. Вот. Какое, как же, что же это запомнили? Итак, еще раз. Мы хотим найти какую-то фигуру, которая будет содержать по одной точке из каждой орбиты. Ну, за исключением границы. На границе можно будет, на границе там будут, как сказать, граничные эффекты. Да, кстати, естественно, что, так сказать, на границе будет, так сказать, одна и та же точка, она, допустим, ее преобразование будет превратить сюда, то есть вот эта точка из каждой орбиты. На границе можно. Так, нельзя. Что же это будет за... Ну, давайте подумаем. Ну, давайте так, если бы у нас вообще было несколько зек, а проще всего было бы только прямо за з, Z переходит Z плюс N, N, C. Вот какая была? Ну, какая была фундаментальная область? Глубов, так и... Полоса! Что за полоса такая? Так, предложение я сейчас отру, потому что мы будем еще его доказывать в большей обществе. Сейчас не будем доказывать, а в большей обществе можно доказывать. N минус 1 на 2, а 2 на 2. Да! Минус 1 на 2, плюс 1 на 2. Золотые ваши слова. Вот такая полоса. Минус 1 на 2, плюс 1 на 2. Золотые ваши слова. Так. Но ясно, что это не все. Ясно, что... Да, почему ясно, что это не все? Почему ясно, что это не все? Почему ясно, что в этой... В этой... Что тут будет орбита будет пересекать много раз? Подъясни уже все, если 2Z. А бесконечности что-то? Бесконечности сейчас забудем. Мы сейчас обсуждаем действия только с собой. Все-таки бесконечности сейчас забудем. Это черепчайно интересный вопрос. Как эта группа действует на бесконечности? Но это сейчас мы... Этот вопрос оставляем немножко стороне. Но этот вопрос очень правильный. Давайте пока сейчас так далее. Вот орбиты на границе сейчас не затрекли. Итак. Итак. Что еще осталось? Минус единицы на Z, если бы это название. Так. Минус единицы на Z, если бы это название, подсказывает нам. Чего можно добиться, выполняя правозование минус 1 делить на Z? Чего можно добиться? Можете переведут в большие, и потом можно добиться в нашу лоб. Можно в любом случае добиться того, что... В любом случае добиться того, что модуль нашего числа будет больше единицы. Правильно? Если он меньше единицы, применим, меньше 1 кг назад. Так. И что мне сделать в этом случае? Как мне нужно модифицировать? Вырезать. Вырезать. И что? Так сказать, провести единичную окружность. Это всегда хорошо сделать. И что? И вырезать то, что внутри. Золотые ваши слова. Правильно. Вот, ты, вот. Вот это и есть коммерторная. И это вообще, так сказать, это одна из самых важных картинок, вообще у вас есть математика. Кроме шуток. Это вот эта картинка, одна из самых важных. Кроме шуток. Кроме шуток. Кроме шуток. Вот. Здесь одна, вторая. Здесь, разумеется, корень из трех пополам. Вот он, любимый вами корень. Он здесь. Он совершенно не зря вершина. Он потому и вершина, что на нем живет аллептический элемент. Ну, кстати, это совершенно все не случайно. Это очень все законодательно прочитал. Вот. Итак, предложение. Предложение. Фигура. Примером через. М. Давайте обозначим. М. М. Равная сет. Вещественная часть сет. Меньше одно, одно, второе. Давайте так. Фундаментальная область. Знаете так? Фундаментальная область будет у нас, будет у нас без, простите, у нас без границы. Ну, область, область это, что без границы, не правда ли? Вот. Область будет без границы. Область будет без границы. Так сказать, и модуль z больше единицы. Есть фундаментальная область. Есть фундаментальная область. Область для S1 на z. Грустка S1. Еще раз говорю, что это значит? Это значит, что внутрь этой области, про границу сейчас не думаем, внутрь может попасть только одна точка из орбиты. И у каждой орбиты, у каждой орбиты хотя бы одна точка попадает либо внутрь, либо на границу. Хотя бы одна. Но внутрь только одна точка. Внутрь не мог попасть. Так. Ну, давайте сперва загоним каждую точку, либо внутрь, либо на границу. Как надо сделать? Вот есть какая-то точка, вот она, где-то там. Как ее, как ее, так сказать, как ее... Ну, как внутрь сделать больше единички, можно было? Ну, конечно, да-да-да. Надо сперва там ее ввести в полосу. Если она попала куда надо, то уже хорошо. Если она попала куда не надо, надо ее вышвырнуть при образовании 1 на z и снова ввести в полосу. Вот и все. Вот. Так что, итак, ясно, что каждая орбита пересекается. Так, доказательства. Доказательства сейчас докажем, сделаем перед. Доказательства. Ясно, что каждая орбита пересекает m. Каждая орбита пересекает m. Ясно, что каждая орбита пересекает m. Да, кстати сказать, меня тут постоянно спрашивают про источник, и я источник уже называл, уже забыл сейчас еще раз. Здесь я следую прекрасной книжке, я же прошу прекрасной книжке Мордана, которая называется «Каркадическая теория символическая динамика и гиперболические пространства». Но нам нужно от нее буквально там три страницы. Первое. Более гиперболическое пространство. Гиперболическое пространство. В ней это серия обзоров, и в частности в ней есть обзор, который написал такой замечательной тематикой Лангбердон. И его обзор нам нужен. А авторы этой книги совсем другие, в смысле редакторы, скорее. А авторы редакторы такие-то такие. Вот. И тут как раз, чем замечательный вот этот обзорчик, который написал Бердон, там, правда, доказательств не так много, но там все, так сказать, все написано, что нужно знать. А к доказательствам он, Бердон, отсылает к своей книге. Книга, переведенная, имеется в переводе на русский язык, и, соответственно, несложная дайте, которая называется, сейчас в случае, я дам ссылку на русское издание, дам ссылку на русское издание, геометрия дискретных групп, Бердон. Геометрия дискретных групп, основанного в 86-й год. Бердон. Геометрия дискретных групп. Но это такое чтение нелегкое, это, кстати, в отличие от его. Значит, это чтение нелегкое, геометрия дискретных групп, зато там все очень странно доказано. А на языке можно назвать? Что, простите? А на языке тоже можно назвать. Геометрия дискретных групп. Кроме того, есть книга Браслова и Камирова, которая и в интернете доказана, есть ещё её предварительное воплощение, это книга самого Браслова, вот эта книга «Конзантемия» Лобачевского. Но, в частности, вот этот факт у Браслова доказан немножко длиннее, чем у Бердона, доказательства Бердона является немножко больше, которые я сейчас произнесу. Но, собственно, все доказательства, они примерно одинаковые. А в неком другом месте у Браслова не доказано, а у Бердона доказано. Давайте мы расскажем немножко позже. Обсудим немножко позже. Хорошо, итак, ясно, что каждая граница пресекает М. Ясно, что каждая граница пресекает М. Предположим, что есть две точки. Вот так мне повезло внутри. Предположим, что есть две точки. Вот Z, но это какая-то неудача. И T, G, Z. И оба попались сюда. Как нам быть? Вот так вот получилось. AZ плюс B. CZ плюс D лежит в М. А Z тоже лежит в М. Ну, что же с этим делать? Как же нам быть? Ну, какой-то нравится для низки, для металли. Даже такое не может быть. Это прямо скажем. Какое? Это прямо скажем, что так мы будем действовать. Как? Что? Какая наша любимая форма вообще? Любимая форма нашей Георетко-Бачевского? Любимая форма, с которой все-таки вытекает и пресекает? Любимая форма Георетко-Бачевского? Да. Для... Какая какая? Для мнимой части. Для мнимой части. Именно. Именно. Наша любимая форма для мнимой части. Именно. Совершенно точно вы говорите. А как она записывается, эта формула? Ну, какой-то уговорит. Мнимая часть GZ равна чему? Равна чему? Мнимая часть GZ. Мнимая часть GZ. Ну, конечно, CZ плюс GZ поправки. Это иначе и быть не может. Потому что мнимая часть — это элемент длины. Поэтому должен входить... Это, кстати, должна входить модно-производная. Вот. Это же как раз форма, который лежит в основе инвариантности элемента длины. То, что мы обсуждали. Так. Ну, ясно, что из GZ кто-то выше, кто-то ниже. Не правда. Можно считать, что GZ пониже. Итак, можно считать, что CZ плюс D в квадрате больше равно единице. Можно считать. Но CZ плюс D в квадрате... CZ плюс D в квадрате — это такое прекрасное... Сейчас, секундочку побольше. Не, не, меньше, но извините, наоборот. Все, я перепутлюсь, да? Меньше равно единице. Меньше равно единице. Больше равно единице, то ничего не получится. Меньше равно единице. То есть, наоборот, повыше. То есть, Z повыше. Меньше равно единице. Но! Что такое CZ плюс D? cz плюс d, как-то если z это x плюс y, то что такое cz плюс d? cx плюс d плюс y, cx плюс y. Ну и нам не нужно. Единица больше равна вот этому, которая есть в нём. А теперь, имея в виду что, c и d целая, x не больше одной второй, а x квадрат плюс y квадрат как минимум не изменится, какие выводы, только идущие, можем мы из всего этого сделать. Ещё раз, мы знаем, что x, причём x меньше равен одной второй, а x квадрат плюс 0 и квадрат больше равна единице, мы тоже знаем. Нет, мы знаем всё, потому что мы веближе. Что-что-что-что, простите? y, больше, больше трёх половин. Причём? 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 Значит, давайте смотреть. Это выражение, это выражение, минимум его, какой может быть? Какое, ну, выражение, самое маленькое значение? Маленькое, но не больше. В каком случае это может принимать значение 0? Ну, если x равно 0 и d равно 0. Если, давайте посмотрим, если x равно 0 и d равно 0. Если x равно 0. Нет, понятно, cx равно минус d. Да, но, притом, но... А не целая же. Да, минус d на c целая, а x по моду не меньше равна второй, поэтому, соответственно, x равен 0, как вы понимаете, и d равен 0. Вот, и что тогда нам остаётся? c на e квадрат, которая больше равна единице. И, соответственно, во всяком случае, остаётся нам то, что... То есть, если d равно 0, то сразу видно, что x лежит на окружности, так сказать, в напрямую не прошёл. x в отописе года от в районе единицы. А если d равно 0 и c равно 0, то такого быть не может. Например, в районе единицы. c и d не могут быть равна 0, например. Правда? Значит, ещё раз. Если d равно 0, то сразу получается... то c 0 не равно, и тогда получается c квадрат... Значит, давайте это разберём. Давайте разберём. Это такая вещь, несложная и симпатичная, и представитель. Итак, если d равно 0, в первом случае, d равно 0, тогда единица больше равно c квадрат... Тогда c 0 не равно... c квадрат x квадрат плюс 7 квадрат. И тогда, между прочим, c равно единице, ну, по модулю, а x лежит на единичной окружности, на границе. Между прочим. Очень хорошо. Так, теперь если d не равно 0... На самом деле эта штуковина, она больше равна, чем c квадрат минус d плюс d квадрат, если пусть даже c не нужно. Ну, например, да, но я вот что-то в этом духе и произношёл. Если теперь c не равно 0, то что можем сказать? То это выражение чему? Итак, в первом случае ясен, c равно 0, c равно единица, x квадрат плюс 7 квадрат равен единице, потому что он не может быть меньше. И, соответственно, мы на границе. Что делать? Если d не равно 0, что тогда? Ну, что, что делать? Если d не равно 0. Сейчас. Сейчас в одной коре сделаем. Если d не равно 0. Если d не равно 0, то выходит, что... cx не может быть равно минус d, потому что x меньше 1,2 по моду. Если d не равно 0, то какое наименьшее значение может иметь выражение cx плюс d по моду? 1,2! Если d не равно 0, то cx плюс d больше равно 1,2. 2, соответственно, что? Соответственно, вот эта штука что? Ну, конечно, соответственно, c квадрат, y квадрат получается меньше равно 3 четвертей. А это может быть только в том случае, когда y равно... Потому что y не может быть никак меньше. Когда ему быть меньше. Когда y равно корень из 3 пополам, а c равно единица, опять-таки, по модулю. И тут мы получаем как раз вот то преобразование почти что. Почти что. Немножко другое, но почти что то же самое, которое уже называлось. Вот я это напишу. Это как раз и есть поворот. Ну, то, что называлось, его тоже нужно включить. Это как раз и есть поворот вокруг вот этой точки. Так, естественно, он сохраняет. Так или иначе, y равно корень из 3 пополам, потому что он меньше быть не может. Ну, вот и все. Вот такой просим первый раз в два случая. Короче говоря, если, если, если z и tgz оба попали в замыкание m, то, кстати, в m с границей, то они оба и лежат на границе. А внутри лежит только одна точка. Что вы и доказали? Берем 7 минут. Берем 7 минут. Берем 8 минут. Берем 8 минут. Берем 8 минут. Продолжение следует... 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 Нет, 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 не померяю, нет. У нас есть группа гамма преобразований в полуплоскость. Ее же мы перезаписываем как группа преобразований круга. И Та это одно из преобразований этой группы. Оно 0 куда-то переводит. Вот, переводит и расстояние до этого формули. Поэтому вспомним, что, как мы видели, если в спрятаться движений, во-первых, у любого элемента группы неподвижных точек как максимум 2. На самом деле, а внутри вообще, как максимум 1. Обычно вообще нет. Возьмем какую-нибудь точку, которая не является неподвижной ни для кого. Не является ни для кого неподвижной. Тогда эта точка сдвигается обязательно. И соответственно, Но она сдвигается обязательно. И соответственно, если она сдвигается слишком мало, то эти нормы А стремятся к единице. Ну, двойке. А это значит, что эти номер стремятся к единице. То есть, если есть точка накопления у орбиты, то если есть точка накопления у орбиты, то мы получаем последовательность матриц, которая стремится к единице. Вот, вот прямо из этой формы. Если орбита накапливается, вот что мы получаем. Если, понимаете, какая тут часть неочевидная. Ясно, что если матрицы стремятся, то и орбита накапливается. Если матрицы к чему стремятся, то орбита тоже накапливается. А вопрос в том, что если орбита накапливается, может быть, орбита накапливается, а матрицы никуда не стремятся, убегают от бесконечности. Нет, не может этого быть, потому что если орбита накапливается, как видно, вот она будет накапливаться, эта орбита, значит, соответственно, возникают очень маленькие сдвиги. Вот они, очень маленькие сдвиги. Соответственно, и норма, соответственно, эта норма тоже будет близка к двойке, и соответствующая изометрия тоже будет устремиться к тождественной изометрии, и группа не будет искрестна. Еще раз подчеркну, что это набросок. Подробные доказательства в Бердоне, даже не в кратком и в подробном, но, так сказать, сам факт имеет для нас совершенно фундаментальное значение. Дискретность группы эквивалентно формулируется как на уровне самой группы, так и на уровне ее действия в плоскости патчевской. Очень хорошо. Теперь следующий. Сокси-рабористик на плоскости патчевской патчевской. Очень хорошо. Теперь дальше. Теперь дальше. Построение фундаментальной области. Построение фундаментальной области. Это называется фундаментальной... Каждая такая группа... Да, давайте скажем, что дискретная группа изометрии, дискретная подгруппа Эсендрайв называется фуксовой группой. Тут есть некоторые нюансы в триминологии, но давайте вот такую термологию использовать. Это в случае разные люди используют немножко разные дискретные подгруппы Эсендрайв, фуксовой группой. Эту терминологию придумал Пуанкаре. И, между прочим, именно этому выбору оборота связан конфликт Пуанкаре и Клейна. История нашей науки полна драмы, на самом деле. Драматический конфликт Пуанкаре и Клейна, потому что Клейн указал Пуанкаре в очень вежливом... Их переписка опубликована, я опубликовал Дмитрий Таглехля. В очень вежливом, но чрезвычайно резком письме Клейн указал Пуанкаре, что Фукс никогда не занимался этими группами, которые Пуанкаре называют Фуксовыми. Так сказать, между строк в письме Клейна каждый мог почесть, и Пуанкаре прочел. Фукс не занимался, а я-то Клейн занимался. И, соответственно, Пуанкаре ответил тоже очень бежно и тоже очень резко, что как он хочет называть, так и называет. И Клейн может называть какой-то Клейн, а он Пуанкаре будет называть какой-то Пуанкаре. Во всяком случае, конфликт был, а терминология осталась такая, которую ввел Пуанкаре. Хотя Фукс действительно не был бы не занимался. Клейн, это существует совершенно право. И Фуксова группа. Да, так вот. Следующее предложение, что всякая Фуксова группа имеет фундаментальный образ. Предложение. И это мы докажем как раз совершенно безупречно. И более того, рассуждение, которое мы здесь рассмотрим, оно очень далеко обобщается. Оно, так сказать, носит очень общий характер. И вот тут как раз, собственно, с собой рассуждение я очень прошу, так сказать, пооценить всю его красоту и общность. Итак, всякая Фуксова группа имеет фундаментальный. И на самом деле будет многоугольник фундаментальный. Фуксова группа имеет... Что такое фундаментальная область? Я сейчас еще раз напоминаю. Фуксова группа имеет фундаментальный. Есть? Имеет фундаментальный. Итак, еще раз. Что я понимаю под словами фундаментальная область? Что я понимаю под словами фундаментальная область? То есть, F это открыто связанное подножство Гамман. Вы, простите, открыто связанное подножство H. Начальник это область. Понятно. Но, вы знаете, если кто-то боится слов открыто связанное, можно сказать многоугольник без границы. Это, так сказать, не приведет. В данном случае, так сказать, мы рассматриваем области... Все, что мы выросла, да, это многоугольники без границы. Единственное, надо понимать, что вот те самые трубы, про которые меня спрашивают, это, кстати, многоугольники, которые вот такого плана, да, вот, это тоже годится, это тоже нас устраивает. Как, например, группы Z, да, Z приходит в Z, кстати, вот у нас была вот такая труба, то есть такие трубы нас устраивают. Так или иначе, F фундаментальная область, F область, значит, область открыт связанное множество, или, опять-таки, если мы боимся числов, то многоугольник без границы. F область. Это фундаментально для Гамма, если, вспомним, первое, гамма F с F не пересекаются, давайте даже так напишем, гамма 1, F с гамма 2, F пересекаются только в том случае, в котором гамма 1 равна гамма 2, и второе объединение, да, простите, это же гамма, а я раньше писал T, T гамма 1 с T гамма 2, и объединение T гамма F с замыканием E, замыканием E, то есть, опять-таки, кто говорит слово замыкание, многоугольник с присоединенной границей, есть вся множественная часть. Там мне не равно. Не равно, спасибо, да. Спасибо большое, спасибо большое. Конечно, не равно, спасибо большое. Вот. Доказательство проводится прямым построением, чрезвычайно элегантным и простым. Да, надо сказать, в индустриальных областей много. В индустриальных областей много, и это каждый мог понять. Даже вот, например, если взять вот эту индустриwide область в свою жизнь, или вашаißtа, и что-нибудь от нее отрезать, и вот это самое с другой стороны приставить. То получится тоже в индустри almac 여러분들. Вы знаете, у нас есть достаточно значительная свобода, так сказать, в выборе индустриальных областей, никаким образом не каноническая в индустрии очень много Напротив того, с некоторыми фундаментальными областями удобнее работать, чем с другими. Надо выбирать фундаментальную область грамотно. И вот сейчас мы обсудим один замечательный факт, чтобы доказать все это предложение. Мы обсудим явное построение, носящее очень общий характер и допускающее далеко идущее обобщение. Итак, фундаментальную область Дерихле. Возьмем доказательства, в котором важно не столько даже само существование, сколько по стране. Выберем элемент Y, который не является ничей неподвижной точкой. Ну, Y не неподвижная точка, не является неподвижной точкой. Ну, так сказать, наша группа счетная, и поэтому неподвижных точек множество тоже счетное. Мы выберем элемент, в котором неподвижной точке не является. Его все двигают. Не является неподвижной точкой. То есть, иначе говоря, я в шутке, там Y равно Y. Значит, там Y. Это первый шаг. Второй шаг. Вот это вот очень красивая вещь. Смотрите. Значит, этот Y, он будет, так сказать, как бы центром нашей фундаментальной области. Вот. Он будет, так сказать, центром притяжения. Вот, я скажу, вот Y. Вот T гамма Y. Ну, как вы думаете? Вот им надо поделить между собой все точки. Значит, кто-то, так сказать, вассально подчиняется Y, а остальное – это гамма Y. Ну, как им провести раздел мира? Правильно, золотые слова. Надо провести посередину, например, регулярно. Это неправда. И, таким образом, H гамма – это будет полуплоскость. H гамма – это множество всех иксов, таких, что что бы вы думали? Но расстояние от оксана Y меньше, чем расстояние от оксана Y. Именно. Фундаментальная область, теперь, да, теперь выгадайте, что же будет фундаментальной областью. Полуплоскость. Нет, ну прям. Полуплоскость должна... Что? Ну, конечно. Это называется фундаментальная область Дирихле. Мы сейчас еще проверим, что фундаментальная область, не смиряйтесь. Я еще раз говорю, это доказательство пройдет зубречит. То есть, я их наброс, что-то, что-то, что-то. Фундаментальная область Дирихле. Дирихле. Фундаментальная область Дирихле. Так, давайте проверять. Тут нужно сделать вот следующее важное замечание, из которого все станет достаточно прозрачным. Из которого все станет достаточно прозрачным. Следующее нужно сделать важное замечание. Важное замечание. Важное замечание. множество элементов орбиты любой точки, любой, не взять на самом икре, на любой точке, значит, множество. t гамма ик, множество гамм, значит, для любого вещественного r, для любого вещественного r, множество гамма, таких, что расстояние от t гамма икс до y меньше r для любого откратителя r и для любого х. И это множество, как вы думаете, что? Это множество что, Алексей Масадович? Не знаю я. Вот Алексей Масадович не знает, а слушатели знают. Что? Можете говорить про это множество? Ну так что же? Конечное! Оно конечное! Конечное! Это множество конечное! Вот. И в этом состоит, так сказать, в этом состоит основной ход нашего доказательства. Ну теперь давайте проверять все слов. Во-первых, давайте убедимся. Тут несложно убедиться в следующих в следующих моментах. Я даже вывешу, чтобы ничего не забыть. Итак, d y не пусто и открыто. Так, давайте я создаю к примеру приложениям и перейдем к доказательствам. Приступим к доказательствам. d, это будет, я назвал f. f, 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 давайте припишем y, потому что мы здесь f, y не пусто и открыто. f, y не пусто и открыто. f, y не пусто и открыто. Обратите внимание, что негативные сроки. Почему же оно открыто, действительно? Почему оно открыто? Ну, конечно же, полуплоскости открытое множество, но у нас пересечение в бесконечном числе. Почему оно открыто? Вот, допустим, вот есть вот y и есть такая же точка, но может быть, соподающая с y, может быть, соподающая такая точка w. Почему вместе с w есть какой-то шаппер? w лежит f, y. Почему? Потому что счетное количество. Так счетное пересечение счета смешно-множить, а как множить, не является открытым. Что, простите, громче? Потому что оно-то счетно-то оно счетно, спасибо большое. Счетно-то оно счетно, но, так сказать, в игру, в том, что касается w, входит лишь конечное их семейство. Лишь конечное, так сказать, надо взять расстояние от y до w, от какое-то расстояние, умножить его там в тысячу раз и рассматривать только те орбиты, те элементы, те элементы орбиты у, которые лежат внутри этого шара, потому что все остальные в любом случае в любом случае в любом случае будет ближе к у, причем к ним. то есть в игру вступает, потому что в игру вступает, в игру вступает лишь конечное число полуплоскостей, и, соответственно, это верно для некоторой окрестности. Поэтому оно не пусто и открыто, и заодно мы доказали второй пункт, второй пункт, обратите внимание, для любого x существует такой шарик или круг b содержащий x такой, что это проникла наше внимание, это очень важно, множество гамма тут немножко сложно, но на самом деле смысл очень простой, что t гамма f y давайте здесь я пишу bx пересекали bx это множество конечных. Вот это очень важное свойство фундаментального областей в деревне, которое называется локальная конечность, и которое не имеет места, впрочем, для фундаментальных властей общего мира. Значит, что тут говорится? Вот есть x, найдется такой шарик, который пересекает лишь конечное число этих фундаментальных областей, сдвигав это фундаментальное. Пока мы еще не доказали, что это фундаментальная область, но вот это мы уже на самом деле увидели. Почему? Но мы уже сказали почему. Потому что, так сказать, как только выбрал этот x и выбрал некий шарик, так сказать, в игру вступает лишь конечное число элементов. В игру вступает лишь конечное число элементов, так сказать. Потому что все остальные слишком далеко. Это, возможно, лишь конечное число сдвигов, кстати, потому что все остальные слишком далеко. Дальше. Что это фундаментальная область? Ну раз это область, ясно, что по самому своему определению t гамма y не лежит в h гамма. Вот такое простое замечание. t гамма y не лежит в h гамма. И вообще, так сказать, если есть элемент и есть какой-то его сдвиг, если есть элемент какой-то x лежащий, так сказать, в фундаментальной области, то его сдвиг уже не будет там лежать по самому своему определению. Потому что их расстояние отлежит, значит он ближе к y, а соответственно сдвиг, значит давайте так напишем, что если, значит если и так, f фундаментальная область, то f фундаментальная область, действительно фундаментальная область. Почему? Потому что если, если, если x лежит в f, значит он ближе, значит он ближе к, давайте теперь рассмотрим какой-то, убедимся, что t гамма x не лежит в f. t гамма x не лежит в f. Но дело в том, что раз x лежит в f, то x лежит в h гамма. То есть x, вот и в h гамма, x ближе к y, чем к t гамма y. Но тогда t гамма x не лежит в h гамме, соответственно не лежит в h. Это же изиметрия, x ближе к y, чем к t гамма y. Соответственно t гамма, значит x, вот это расстояние меньше этого, соответственно t гамма x, в частности t гамма не может x, так сказать x не может быть ничей неподвижной точкой. Обратите внимание, в многоугольнике рехле нет никакой, ну это естественно, как же внутри фундаментальной области не может быть никаких ничей неподвижных точек, но в частности тут это видно на построение. x ближе к y.